Но мне легко выступать после Больганка и Эрмана, поскольку мы участвовали в совместных больших этих исследованиях, в том числе в исследовании наах, неосфера и так дальше. Наш институт вообще там на первом месте был. Но очень коротко, касаясь только четвертой стадии метастатических форм рака, вы видите, как изменилась ситуация, если сравнивать эру до тростозумаба, до герцептина, и появление каких-то вариантов системного лечения, в том числе химиотерапии, и, наконец, появление таргетной терапии тростозумаба, насколько выросла выживаемость, десятилетняя выживаемость этих пациентов. Вчера мы подробно об этом говорили. Если говорить о проекте наах, о котором подробно и нет смысла повторять, Больганка Эрмана подробно это изложил, видно, что вот здесь, в этой работе, рандомизированной, достижение полного морфологического регресса транслируется в улучшение выживаемости. А в то же время, когда оценивала Патриция Картазар все 12 исследований рандомизированных, неодиуантного лечения, то она как бы пришла к выводу, что действительно при хердопозитивных опухолях и при трижды негативных действительно часто достигается полный регресс и более высокая выживаемость. Но величина вот этих отличий, магнитет, не дает основания, так сказать, утверждать, что полный морфологический регресс может являться суррогатной, так сказать, моделью высокой выживаемости. Значит, только в одном исследовании, ноах, это как подтверждается, но этого мало, там всего 250 больных, поэтому необходимы и другие исследования, также четко выполненные, как ноах, которые позволили бы действительно перейти на, так сказать, оценку полного регресса, как суррогатного маргера, высокой выживаемости и допустимости применения такой-то схемы лечения. Как теперь, как бы, оценивается полный морфологический регресс? Как основание для проведения более расширенного адювантного испытания. То есть не прекращается, как бы, Food and Drug Administration вернулась, как бы, к прежней установке, что полное достижение – это, как бы, дизайн для составления исследований, которые бы действительно доказывали эффективность лечения. Ну, здесь вот есть работа Клеопатра, которая на примере уже распространенных опухолей четко показала, это многократно повторяется, и мы соучастник этой работы, потом имеем право, вот, что это транслируется в улучшение как безрецидивной, так и общей выживаемости при использовании трех препаратов. После, значит, скажем, и в этом исследовании, и в предшествующих, и в других, все-таки, все больше работ показывающихся, что, возможно, таксаный паклитоксел еженедельный, может быть, оказаться как более эффективным дополнением, чем использование доцитоксела. Ну, а на паклитоксел в двух работах уже показано, вот, в немецкой работе Михаил Унх, что в неодюантных испытаниях на паклитоксел оказался эффективнее, чем паклитоксел. И нам кажется, что в будущих исследованиях надо иметь вот эту беду, и в том числе при метастатическом, и в первую очередь, потому что в России этот препарат утвержден только как препарат второй линии, поэтому назначить его в неодевантных проектах нам не удастся, только в рамках каких-то научных исследований. Ну, и вот переход на исследование ТДМ. Сегодня очень много говорилось, предшествующий симпозиум касался, в том числе, оценки обтанзинок, от силы, высокая эффективность вот этого уникального препарата, то, о чем Волган очень подробно рассказал. И здесь связываются, конечно, большие надежды, улучшение результатов лечения вот этих пациентов. Но то, что я говорил раньше, сейчас повторяю, что все-таки, когда мы оцениваем на примере неодевантного проекта, то мы видим, что большинство больных с экспрессией в яд-бойню все-таки нечувствительны без химиотерапии к таргетному лечению. И вот простой подход, который был применен из-за Кэри и Чарльз Перу из Америки, который показал, что если переоценивать иммуногистохимию, это все больные были с тремя плюсами иммуногистохимически, формально чувствительные к таргетной терапии, оказалось, что на всю группу только 17% больных характеризуется ХР2Н-ричность, обогащенным экспрессией. Тогда там действительно результаты хорошие. Но туда же входят иллюминальный А, иллюминальный Б, и все подтипы при наличии трех плюсов. Если отдельно оценивать действительно 3 плюса без экспрессии рецептов стероидных горонов, то 51% этих пациентов характеризуется обогащенным сверхэкспрессией ХР2Н-ю, который и работает в таргетной терапии. И, конечно, надо это иметь в виду, и это имеется в виду, потому что видны те пути, которые препятствуют работе герцептина, тростозумаба, допустим. Но среди вот этих подходов пока нет ни одного, по сути дела, доказанного, который позволял бы преодолеть вот эту резистентность. В том числе ангиогенез использования препаратов биоцезумаба также оказалось неэффективным. Только вот, скажем, тот так называемый иммуномодулирующий эффект иммуносистом там действительно поднесли очень близко, потому что сам препарат во многом действует благодаря иммунитетам. Но, во всяком случае, даже в тех случаях 20% этих пациентов характеризуется в очень высокой инфильтрации опухолей, вокруг опухоли, стомальной инфильтрацией CD8, так сказать, цито, токсических телеимфоцитов. И там очень хороший прогноз даже при этих агрессивных опухолях. Но применение вакцин и особенно, а также, я бы сказал, ингибиторы в шейкпоинт-систем позволяет значительно расширить спектр чувствительных пациентов таргетной терапии. Ну вот, позвольте мне на этом закончить. Я думаю, что то, что доложил Вольган Кайарман, чрезвычайно полезно не только для практических онкологов, но вообще практикой работы. И я думаю, что сейчас направление, которое будет касаться в том числе таргетной терапии хедвопозитивных опухолях, это направление, прежде всего, испытаний первой и второй фазы, поиск путей преодоления резистентности таргетной терапии, в частности, беватсузум, трастузумабом, пертусузумабом, всех препаратов этого направления, в том числе пан-ингибиторов. Поскольку эти препараты действительно, но то, что мы докладываем, там как бы это наиболее высокие достигнутые результаты, как чудо. А надо это превратить в естественные, так сказать, результаты, чтобы все пациенты, характеризуясь действительно высокой экспрессии хедвания, получали адекватное лечение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...